всем привет это видеоблог серийный продюсер меня зовут николай пак в нашем очередном выпуске александр молчанов сценарист руководитель сценарной мастерской автор множества книг по сценаристике коуч сценарный гуру александр можно я буду использовать это слово все таки здравствуйте она не она не обидно вы просто рассказывали что на нашем пространстве сценарный гуру воспринимается немножко по особенному но если относиться к этому с изрядной долей самоиронии то я думаю что можно закладывал смысл более такой функциональный то есть одним словом если бы ну как в оглайне знаете двумя словами отобразить но рассказать про человека это можно сразу так спозиционировать александр я смотрю очень многие ваши записи вот как зум интервью ну я студент вашей мастерской и во многом ваш последователь вот но как раз таки потому что я смотрю много и я решил у вас позаимствовать этот прием что мне кажется что часто когда вы разговариваете с теми людьми кого приглашаете такие зум интервью что вы по моему даже говорили это вы задаете вопросы даже не совсем которые ну интересны в общем зрителям но большей степени интересны вам самим я решил тоже так сделать попробовать это правильно интервью это всегда самый лучший способ воспользоваться своим служебным положением для того чтобы выведать какую-нибудь крутую информацию ну вот ну то есть в этом плане я в принципе примерный ученик поэтому я несколько вопросов хотел задать по мастерской а потом хотел задать те вопросы которые вот интересуют меня лично сначала задам несколько вопросов для себя а потом включу записи принципе спросить вас вот ну уже почти 10 лет да по моему мастерской в этом году 11 лет даже это сейчас скажу 2008 год уже 12 12 лет до 12 лет 12 лет и вы один из первых кто этим начал заниматься ну и оффлайн там и онлайн я как правильно понимаю скажем так онлайн школа наша была первая в онлайне потому что первый же тренинг который мы запустили он был онлайн он был в жж частная школа была раньше школа меты гена иванов у они на он начал на полгода раньше то есть он тоже по моему то ли 2008 начало 2008 то ли конец 2007 примерно на полгода он раньше начал то есть это вторая частная школа в россии частная киношкола и первая онлайн да ну за за это время это ну прошло у вас много студентов много ну людей которые закончили которые ну в том числе продолжают какие-то курсы дальше и я так понимаю за это время мы вполне можем уверенно все равно вы можете сделать какие-то выводы вот мой вопрос заключается в чем если не статистически то хотя бы умозрительно если у вас понимание какая вот из категории ваших студентов ну больше добивается но если результат ставить работа в индустрии то как как какая категория добивается больших результатов скажем так ну там все ложь какие-то категории кто-то журналист очень сложно сказать на самом деле смотрите во первых во первых меняется состав изначально когда я открывал мастерскую у меня было некий ну я для себя написал некий портрет человека портрет студента мастерской который вот кто будет учиться и там были некие гипотезы например я предполагал что в основном это будут мужчины это оказалось не так 64 63 процента участников мастерской это женщины я предполагал что это будут люди примерно 30 лет то есть ориентировался на этот возраст оказалось что в среднем немножко за 40 то есть ну средний возраст участника это примерно там 45 лет я предполагал что большинство участников это будут люди из регионов ничего подобного все-таки мастерская это достаточно дорогое удовольствие и из регионов ну не знаю может быть там пять-шесть человек на курсе но при этом большая часть примерно половина участников каждого курса на некоторых курсах больше например вот на курсе по роману больше это люди из из стран что называется дальнего зарубежья то есть я не знаю с чем это связано может быть связано с тем что как исторически я там как какие-то я извиняюсь извините пожалуйста тут у меня что-то со связями на в этот момент было я наверно у меня я видел вы зависли на секунду да то есть страны снг и зарубежье то есть это бывшие граждане нашего бывшего советского союза которые сегодня живут в мюнхене в израиле нью-йорке в париже да то есть которые живут по всему миру но которые понимают что им как-то интересно продолжать оставаться частью нашей общей культуры они приходят они идут почему-то учиться не в нью-йоркские киношколы не европейские а приходят учиться в нашу сценарную мастерскую и весьма нередкие случаи когда они дальше начинают писать сериалы писать полные метры писать романы и дальше они публикуются снимаются там так далее так далее вот лена гершанова например который живет в риме да она вполне вполне успешный сценарист работает работает достаточно самое вот поэтому мне кажется что вот эта категория достигает наибольшего успеха это люди которые стоят между культурами которые были воспитаны одной культурой потом переехали в какую-то другую страну посмотрели как там люди живут вот вот и они видимо в силу какого-то вот этого скажем так я не знаю то ли это как-то прокачивает что-то да вот это такая жизнь между культурами то ли что но они действительно прям заметно заметно выделяются можно ли к примеру сделать вывод ну к примеру люди которые работают со словом например писатели журналисты или же есть же люди которые вообще ну ничего не писали но мне кажется что я видел таких ну по крайней мере люди которые мне кажется да здесь мне кажется вопрос того насколько они были успешны в этой работе со словом то есть насколько насколько это был насколько у них получалось работать со словом до сих пор то есть сам по себе объем выполненных каких-то действий он по большому счету ничего не учит нас учит какая-то обратная связь да то есть ты попробовал что-то написал у тебя это опубликовали ты получил обратную связь от читателей хорошую или плохую это тебя учить то есть если ты просто пишешь 20 лет в стол это не не учит тебя вообще ничем то есть ты просто пишешь текст но ты понимаешь не можешь оценить его да то есть если нет обратной связи то обратная связь появляется только тогда когда есть результаты когда есть публикации какие-то вот поэтому да люди у которых есть есть такой опыт естественно да они более успешны но получается есть люди как которые когда когда я понимаю допустим если приходит но я не буду сейчас называть да но у меня там есть несколько людей которые приходили ну там готовый известный сценарист достаточно там не знаю в десятке там известных сценаристов пишет мне и говорит типа можно я у тебя там тоже посижу напишу что-нибудь да окей приходи на вот и просто человек хочет как-то либо ему нужен какой-то внешний внешний пендель внешний повод для того чтобы написать сценарий да допустим если человек работает сценаристом он всегда пишет на заказ и у него есть допустим какая-то идея какого-то сценария который он хочет написать но ему нужна рамка да то есть ему нужен какой-то тот самый да то есть вот просто сесть и написать у него не получается он не только давай я приду к тебе на курсы напишу я бы да окей человек приходит и он получает эту рамку вроде как он такой коммитмент сделал да то есть он заплатил денег за курс значит теперь он уже должен написать потому что ну иначе деньги выброшены на ветер да и человек пишет такое тоже бывает ну получается что если брать я понимаю что этот сценарий будет снят да получается что если брать например вот так по бизнесовому да то есть если основной продукт который вы продаете это даже не больше не сами знания а ну вот на своем курсе на онлайн курсе трех месячных а даже ваша больше обратная связь ну скажем так это самое трудозатратное то что ну тяжело примеру добыть или добыть скажем так бесплатно то еще и то есть какая-то роль скажем так ну в некоторых сценарных группах напарник выполняет да такой вот если люди вдвоем пишут есть такое есть да но дело в том что я понимаю там что в том что касается знаний знания это тоже понимаете самое главное это некий эмоциональный опыт да то есть для того чтобы нам мы что-то сделали нам нужно пережить эмоцию то есть знание чего-то не может заставить нас что-то делать мы должны испытать эмоцию и знание которое я даю это тоже эмоциональный опыт поэтому я стараюсь знаниями которые вот то что я даю во-первых чтобы это были работающие какие-то вещи каждый раз вот а во-вторых я стараюсь ими удивлять моя задача сделать так чтобы вот человек курс проходит и на каждом новом занятии у него взрывался мозг чтобы у него было ощущение что он узнал что-то совершенно новое иногда это получается иногда это не получается вот но я стараюсь по крайней мере это делать иногда у меня получается делать там вот вчера у меня был урок и после этого урока мне приятно видеть в чате люди пишут ах какое крутое занятие я сегодня узнал что-то что мне вообще в голову не приходило под таким углом на это посмотреть вот и поэтому если я просто буду пересказывать какие-то не знаю условно говоря маки какого-нибудь или мету да такого эмоционального во первых просто потому что он может эту информацию взять и в книге прочитать то есть на моем курсе человек должен узнать что-то что он может узнать только здесь и вот за такими знаниями я охочусь то есть я их прям собираю везде их это раз это редкости да значит они не должны быть найдены где-то на каком-то видном месте вот плюс дальше я даю структуру да по которой человек вот делаешь просто 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 то есть то что ну вы проходили курсы мои да вы знаете да что там всегда так просто 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 в конце нифига себе сценарий написался сам собой а вот то есть чтобы не было такого и да и люди замечали что если там два-три занятия пропустил и вдруг сразу сложно и уже сложно нагнать да вот это должна быть вот эта структурная какая-то история вот но и обратная связь и в этой связи на самом деле тоже важно не только то что ну должен быть некий баланс вот этой обратной связи то то есть я не должен просто раз разнести в пух и прах сценарий студента да я могу это сделать но результат никого не порадует да то есть если есть такие мастера которые как-то вот ну немножко самоутверждаются за счет студента да и вот как я хорошо все вижу в твоем сценарии у тебя и то не так и все не так и вот это не так вообще-то никуда не годишься да короче иди старайся сильнее ну и как бы это может сработать да если у человека достаточно высокая мотивация но как бы вы будете просто там девять десятых ломать а желать не вот поэтому я стараюсь всегда очень бережно давать обратную связь да то есть я смотрю на то как человек реагирует на нее да то есть если я вижу что мы можем сначала по поверхности да как простую обратную связь я вижу как человек реагирует как он вносит ее да как у него исчезает если я вижу что я ошибку поправил какую-то и дальше в следующих домашках у него этой ошибки нет я говорю о окей можем дальше немножко глубже можем копнуть вот с некоторыми мы так и остаемся на поверхности то есть если я вижу что барахтается человек ну значит надо с этим разобраться может глубже но вот но еще самая важная вещь и я прям считаю что это такая важная задача чтобы если у человека с текстом все в порядке я говорю что с текстом все в порядке то есть человек должен понимать что если он идет правильным путем я не буду до него докапываться просто для того чтобы у него мое красное перо оставила свой след на его черновике я никогда этого не делаю то есть если все в порядке я говорю все в порядке у меня нет замечаний у меня нет вопросов вы идете правильным путем да и это значит именно это вот не всегда это работает потому что иногда человеку кажется что что-то вы как-то меня мало внимания обратили да дайте мне побольше обратной связи по-разному бывает но вот я считаю что очень важно чтобы человек если он идет правильным путем и только в этом случае да чтобы мастер не сбивал его с этого правильного пути а показывал ему у тебя все хорошо просто продолжай делать то что ты делаешь сейчас и тогда ты дойдешь до до конца вот как-то так понятно вот я последнее время чем больше погружаюсь как бы в эту тему ну не то что в тему сценаристики а вообще создание контента и вот написание и вот ну часто ну вот у нас стране по крайней мере меня просят там поговорить там посоветоваться проконсультировать в общем-то я сталкиваюсь с одной стороны вот наверное вы тоже знаете что это то есть это определенное нивелирование значимости сценария ну сценария конкретно если мы говорим там про сериалы про кино или же вообще как сказать идеи ее воплощение ну то есть тот же сценарий даже если это касается какой-то какой-то рекламы или вообще просто контента вот и я для того чтобы как сказать более понятнее объяснять эту значимость я последнее время стал приводить пример что сравнивать это с наукой ну то есть то есть вот есть научный работник он скорее всего сам не может дома самодельно как бы ну вот вообще ничего не зная ни с кем не общаясь ничему не учась ну просто быть там классным сценаристом да то есть ему нужна какая-то лаборатория обучение ну и даже вот то что вы сейчас рассказываете это по сути же тоже как бы ну наука в том числе держится в основном держится на исследованиях то есть да и как бы и передача вот этого опыта и когда я вот как бы мне стало легче как бы объяснять почему это важно потому естественно потому что в головах у всех написать это очень просто у всех мозг почему-то так устроен и это вот ну я не знаю это в нашей стране или нет что вот последний раз когда мне рассказывали один проект то есть сказали ну вот и вот мы придумаем там вот будет такой контент короче и про стратегию да то есть про то как мы это будем продавать как это может развиваться там и так далее я говорю у вас все базируется на одном ключевом ключевой штуки это вы уже решили что у вас классный контент а классный контент придумать гораздо сложнее ну и соответственно я потом привожу примеры на сравнении с наукой мне к ну как как вы думаете это в чем-то похоже это 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 релевантно вполне но смотрите здесь что касается тут у меня я немножко не не в мейнстриме тут понимаете вот есть некая иллюзия такого золотого века в искусстве что и в некоторых в некоторых видах искусства так она есть да что там в изобразительном искусстве например да мы понимаем что то что делал микельанджело то что делал рафаэль да это непревзойденные образцы и собственно там все что было дальше по большей части было намного хуже но в том что касается искусства старителлинга это не так то есть да у нас есть там гомер есть шекспир там и так далее так далее и есть огромные какие-то не знаю такие эмоциональные грегоры связанные с переживания поколения некое там свое осмысление там скажем творчество шекспира или гомера но на самом деле если мы посмотрим на ну не знаю хранителей например watchman или чужак скажем по стивену кингу ну вот хорошие прям действительно по-настоящему хорошие сериалы которые сегодня делают полный метр там немножко другая история там тоже бывает я как бы я просто считаю что сегодня высшее высшее искусство старителлинга это сериал и мне кажется все самые убедительные образцы они именно там происходят я считаю что сегодня в лучших своих образцах сериала каналов hbo и нетфликса намного сложнее интереснее и выше по искусству чем то что раньше делалось чем шекспир чем гомер чем там не знаю чосер да кентерберийские рассказы потому что по большому счету если вы посмотрите на эти тексты непредвзятыми непредвзятым взглядом вы увидите что я опять же в этом нет никакого обесценивания да что типа шекспир писал фуфло нет он охеренно писал очень круто писал у него не все равноценно не все ровно до в лучших его вещах это действительно прям очень классно но сегодня там у шекспира по большому счету там действительно по-настоящему крутых вещей их типа там 45 из его 36 пьес огромное количество очень качественного контента производится сегодня никогда за всю историю человечества такого количества таких крутых историй не было вот просто ни разу то есть мы сегодня переживаем реально сериальный ренессанс я не знаю что будет дальше может быть он продлится еще какое-то время а потом все уйдет куда-то там в компьютерные игры случится технологическая сингулярность и мы все уйдем с головой в компьютер не знаю что произойдет вот но тем не менее сегодняшний сегодняшний сценарий сериала хорошего там десяти серийного восьми серийного намного сложнее чем любая история из рассказанных ранее и познать как это сделать ну во первых не всегда это в состоянии написать один человек то есть как правило это работа там нескольких авторов группы авторов в некоторых случаях это десятки авторов точно так же как собор человек один не может построить точно также один человек не может написать сериал то есть может но это типа там один за всю жизнь чаще всего это коллектива авторов даже когда мы говорим о сериалах соркина который чаще всего всегда все на себя тянуло да ну скажем тот же newsroom все равно у него мафта вот и по наитию вы не можете узнать как почему-то есть такая иллюзия если у меня есть талант и если у меня есть гениальная идея я сяду и напишу гениальный сериал причем чаще всего если начинаешь эту гениальную идею проверять просто на соответствие там некой структуры структуре ты понимаешь что человек просто эту идею эту гениальную идею которая ему кажется гениальной он ее украл из посмотренного там последнего фильма но вот и люди чаще всего не в состоянии адекватно оценивать свои идеи и вот точно так же вот если сравнить да вы не можете вдруг взять и внезапно построить у себя в гараже космический корабль на который вы сядете и улетите на марс хотя когда мне было 10 лет я пытался это сделать у меня не получилось несмотря на то что я был наверное не самым глупым подростком но не получилось потому что это сложно потому что там внутри очень много не очевидных вещей и структуре сценария точно так же очень много не мстителей или хранителей и вам кажется что вы поняли все о том как устроена внутри история на самом деле ничего подобного от того что вы поплавали на корабле и вам кажется понимаете как он устроен на самом деле ничего вы не понимаете там он устроен нет не только из палубы и бортов да а там еще сложнейшая внутренняя машинерия и нарии точно так же внутри сценария сложнейшая внутренняя машинерия и для того чтобы создавать нужно учиться и вот это обучение оно занимает годы а в некоторых случаях десятилетия и искусство драматургии одно из самых сложных искусств именно поэтому искусство драматургии очень часто это искусство зрелых людей вот то что мне 46 лет я пацан по драматургическим меркам то есть то что там я уже там 12 лет являюсь мастером да я все время меня в индустрии все время воспринимают как такого пацана который там бегает и что-то что-то там раздувая щеки говорит почему потому что драматургии это искусство зрелости и это дает на самом деле хороший очень такой оптимизм да то есть когда если ты занимаешься чем угодно да например если ты порно звезда да ты понимаешь например в 22 года у тебя уже карьера закончена или если ты рок музыкант да в 27 лет ты обязан умереть от наркотиков в драматургии же если вам там 30-40 лет вы понимаете что собственно самое время начинать поэтому это дает дает очень такой хороший запас оптимизма и дает возможность совершить большое количество ошибок ошибок вот и драматурги именно поэтому господь вселенная общество биология не знаю кто им дает драматурги всегда живут долго именно потому что она им нужна для того чтобы освоить все вот эти все это сложное ремесло круто новый инсайд для для привлечения в нашу в нашу индустрию александр я хотел спросить тоже также про выпускников вот последнее время как-то изменился этот портрет не не по сравнению с тем как начиналось ну вот раньше да когда вы начинали а вот там по сравнению там три-четыре года назад и можно еще вот такой вопрос вот я последнее время замечаю что ко мне стали обращаться вот знакомые или знакомые знакомых или вот просто те кто смотрел мой блог это люди к 50 годам у которых будет определенное вот они занимались чем-то ну и наверное там после если они не умеют петь скажем так у них второе где-то занятие в общем такое переосмысление может быть я занимаюсь не тем а чем я всегда хотел заниматься на втором иногда у них на первом месте это кино да и соответственно может быть люди мне кажется что внутри все равно люди хотят быть телебактерами или режиссерами но если вот брать через такой фильтр более рацио как бы мне кажется но они видят выход например что вот ну там быть сценаристами да есть такое дело я тоже думал об этом но вот допустим человек во первых кино это такая привлекательная индустрия это такой магнит кино люди смотрят кино люди любят кино и естественно прикольно если бы каким-то образом быть причастным к этому но в том что касается скажем актерского мастерства понимая что уже если тебе там 50 лет то ты уже вряд ли начнешь актерскую карьеру внезапно да хотя такие случаи тоже были но акте актерская режиссерская работа это такая работа full time job да то есть ты должен полностью отдаться всему этому да то есть ты всю жизнь должен только этим заниматься с юношеской там ногтей этим гореть там и так далее и так далее со сценаристикой немножко другая история то есть написать сценарий можно не уходя с основной работы то есть ты не можешь быть актером не уходя с основной работы и кроме того ну опять же здесь есть некая иллюзия что например сценарий написать проще чем написать роман потому что роман это 400 страниц а сценарий может быть там 70 страниц человек логика такая но 70 страниц это же меньше чем 400 и к тому же там же диалоги они же так как лесенкой пишутся да поэтому на вот и есть определенная правда на самом деле сценарий ну вот когда ты понимаешь как как все работает да сценарий написать легче чем написать роман ну я пробовал писать то пробовал писать ну за что значит пробовал да имею в этом результаты да и в том и в другом сценарий писать гораздо проще то есть для того чтобы писать роман вам надо ну несколько месяцев как да и это каждый день ты пишешь пишешь и пишешь серию сериала можно написать ну за четыре дня это вот то есть это как бы нормальный комфортный график то есть если пять дней то у тебя еще есть день на то чтобы вычитать то есть вот серия в неделю да я много лет писал в общем со скоростью серия в неделю случалось мне написать серию за день и один раз за все время у меня было когда две серии написал за день на вот то есть это был 26 минутная серия это сериал детектива такой был до первого канала и там с утра до трех часов я написал одну серию потом с трех часов сел немножко перекурил и дописал до ночи написал вторую серию то есть это полноценная серия они были сняты обе да и как бы это будет за один присест ты делаешь и пишешь и есть тексты которые пишутся вот так за один присест если кстати говоря также пишутся то есть ты ходишь 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 думаешь думаешь потом садишься и хоп одним как бы таким этим самым выдаешь и человеку кажется что я же работаю на работе и у меня нет времени чтобы писать сценарий но я потом сяду и выходной за один выходной там сяду и напишу там полный метр или серию тоже иллюзия на самом деле потому что ну для того чтобы за несколько дней написать тебе надо полгода ходить и думать об этом ты все время просто ты когда думаешь да ты просто как сумасшедший ты не там тебя спрашивают о чем-то ты не понимаешь о чем тебя спрашивают потому что ты весь в этом сценарии вот но я считаю что во первых написать начать сценарную карьеру можно в любом возрасте то есть в 40 лет в 50 лет неизвестный случай когда человек в 40 50 лет вдруг садится начинает писать сценарий да и нормально там где нибудь в сериальную какую-то индустрию потихоньку встраивается один сериал вышел второй сериал вышел третий сериал вышел потом глядишь человек покупает себе домик в испании да и сидя там на балконе попивает вино и каких-нибудь ментов вот и вполне себе ну вполне нормальное почтенное дело как бы ничего ничего в этом плохого нет тоже здесь просто надо понимать что это нелегкие небыстрые деньги что это не такая история да что это как бы ящик в который я за неделю написал текст засунул и достал оттуда там 10 тысяч долларов это не так работает то есть могу достать а могу и не достать да то есть могу достать гонорар на карточку да а могу достать десять раз переписать вот и в результате ничего да то есть и вот так вот бывает и бывает так когда ты целый проект напишешь да 4 серии там скажем у меня тоже был такой случай и он полностью ушел в корзину ни копейки денег я за него не получил тоже такое бывает а уж сколько пилотов написано впустую это там я думаю что к двум к трем десяткам корячится на вот и надо учитывать что это идиллическое какое-то представление что вот и ты сидишь на балконе ты что-то пишешь и ты отправил и тебе уже звонит продюсер со словами благодарности и так далее так далее спасибо что спасибо за твой первый драфт да 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 снимает да 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 мы уже снимаем все замечательно этого не бывает никогда нет это может быть да допустим если продюсеру надо чтобы ты задержался он может даже не читая твой первый драфт сказать это это лучшее что я читал а теперь собственно вот лена сейчас тебе скажет у меня есть несколько вопросов и дальше лена тебе выкатывает 180 страниц поправок на прекрасный классный цвет есть шрифт красного цвета и вот и и дальше ты сидишь и начинаешь то есть большая часть работы да если там ты этой либо встречи на которых ты сидишь и там проговариваешься сидишь ноутбуком и мучительно мучительно час за часом 10 часов 15 часов до ты проговариваешь какие-то сцены с продюсером с редактором с режиссером и там иногда бывает там получилось три страницы по итогам а бывает вообще ничего не получилось забывает вообще все развалилось на вот или когда ты постоянно находишься на телефонной связи с редактором например у меня был я сейчас не помню просто там по моему было примерно типа 190 я в конце дня посмотрел сколько у меня было входящих на мобильном и было типа там 190 до под 200 звонков от редактора то есть мы сидели с редактором это был проект побег я был главным автором и рената остренкова редактор была и мы с ней все то есть эта жизнь была с редактором с утра я просыпался от ее телефонного звонка засыпал с ее телефонным звонком и мы по каждому предложению у нас были там какие-то дискуссии что-то мы обсуждали там меняли по сто раз там и так далее так далее то есть нужно понимать что сценарий я всегда это говорю в мастерской говорю что сценарий это не текст который ты написал и дальше с ним что-то происходит сценарий это процесс то есть это текст который постоянно меняется от первого от начала работы от первого дня работы до последнего дня работы то есть то что вы там написали заявку, и вам сказали, что она гениальная, она будет снята дословно так, как она написана, но этого не будет просто. Вы заявку 10 раз перепишите, потом вы по эпизодник 10 раз перепишите, потом сценарий 10 раз перепишите. У меня последняя правка тоже на том же побеге, рекорд был 8-го была назначена премьера, 6-го я вносил какие-то правки в сценарий. То есть у нас продолжалась озвучка каких-то там, какой-то последней серии, и мне нужно было озвучку, переписать диалог. Вот, поэтому поэтому вот так вот. То есть здесь просто, ну, я считаю, что люди, которые идут в эту индустрию, они должны понимать, с одной стороны, да, это лучшая профессия в мире, да, это прям реально очень круто, да, там можно заработать реально хорошие большие деньги, но, во-первых, до больших денег доживут один из ста, хорошие деньги по-настоящему будут получать один из ста, да, и есть радости, есть прелести в этом определенные, но нужны очень крепкие нервы, и нужно очень, как сказать, умение управлять своим эго, да, потому что сценарист, несмотря на то, что он всю историю создает, несмотря на все это, он вот в этой, скажем так, пищевой цепочке он находится на самом дне, вот. Есть люди, которые понимают место сценариста, продюсеры некоторые понимают и как бы берегут, стараются беречь нервы сценариста, но просто вот исторически так сложилось. В Америке не так. У нас пока вот в СНГ есть такая история, да, то есть у нас царь режиссер, и у нас продюсер носится с режиссером, да, все носятся с режиссером, то есть у нас такая режиссероцентричная индустрия. В некоторых ситуациях актер рулит, но и актеры тоже, они стараются сами снимать там и так далее, и так далее, да, но вот она все-таки такая режиссероцентричная. Это неправильно, на мой взгляд. На мой взгляд, все-таки должен постепенно, опять же, то есть это правильно для полного метра, на самом деле, потому что в полном метре там картинка решает, и кто, собственно, несет ответственность, режиссер несет ответственность за все, что выходит на экране. Поэтому, конечно, он должен быть царь и бог. Тут другая немножко. Все-таки есть вот этот институт шоураннеров, и он потихоньку у нас тоже, как бы, тоже появляется. В некоторых ситуациях у нас режиссер движется, дрейфует в сторону шоураннера, лезет в сценарий, да, то есть работает со сценаристом с самого начала, там, и так далее, и так далее. Паша Барбин был такой, ну, не знаю, он и сейчас работает, да, вот мы с ним работали на Салам Москва. Вот он, он такой вот, он режиссер шоураннера. И обратная история. Сценаристы становятся шоураннерами, например, Илья Куликов, да, то есть он был чистым сценаристом, потом он понял, что, как бы, его сценарии воплощаются не так, как ему хотелось бы, и он дальше стал сопродюсером, стал режиссером, там, и так далее, и так далее. То есть сейчас у него свои студии, да? Да, он изучил матчасть, и вот он сам, сам все это делает. Ну, я, кстати, кстати, вот как раз пример, ну, как и в случае, когда, знаете, когда мы разговариваем, нужны яркие примеры же людям, как бы, опять-таки, чтобы вызвать эти эмоции, но вот этот Феррари Ильи Куликова и 300 миллионов долларов, которые заплатили создателям «Игры престолов» за пять лет, ну, которые являются просто гонораром, а не производственным бюджетом, там, или... Я думаю, это вот такие какие-то вещи, классно, что они появляются, когда ты можешь сказать, да, это с одной стороны тяжело, но с одной стороны, с другой, ну, не так, как ты думаешь, но с другой стороны, возможности тут, понятно, при наличии всего, там, таланта, труда, там, удачи и всего, но возможности тут, как, ну, в отличие от любой профессии, они безграничны. Ну, скажем так, теоретически, да, то есть, просто когда я разговариваю, я говорю, режиссер не может умножиться во столько раз, ну, даже если он сделает хороший, ну, классный проект, а сценарист, если он сделал какой-то сериал, он может свой гонорар увеличить в сто, в тысячу раз, вот ровно столько, сколько вот, ну, грубо говоря, зависимость проекта от того, что вот есть ты, а вот нет тебя там, да, там, ну, в смысле. Да, да, так и есть, вот, и на самом деле я считаю, что Илья, он большой молодец, и он, купив себе Феррари, он сделал для сценарной индустрии больше, чем все киношколы, все российские киношколы за все это время. То есть, вот, просто надо было ему скинуться и купить ему этот Феррари, вот, просто для того, чтобы это было таким символом, как бы, того, что может достичь сценарист. Понятно, что не все сценаристы купят себе Феррари, но пусть у каждого из них где-то впереди, да, этот Феррари, как тот маршальский жезл, да, в рюкзаке у рядового, пусть он, он стоит, поэтому. Я просто вот, как пример тоже приведу, это случай произошел в нашей стране, ну, у нас маленький кинорынок, с одной стороны, с другой стороны, местный производитель снял комедию, ну, там, потратил на нее, там, что-то около 200 тысяч, заработал 20 миллиона, ну, по меркам нашей страны, это довольно-таки огромная цифра, и тем самым я помню, какой эффект это произвело, то есть мне приходили люди совсем далекие от кино, и просто для них было вот, а что, правда можно 200 тысяч положить, 2 миллиона поднять, да, это же лучше, чем нефть, чем, как бы, медь, там, или, там, стройка лучше, чем... Ну, можно их и просто потерять, на самом деле. Да, понятно, что не все это делают, и что это был такой случай, но вот у нас, например, наша прокатная внутренняя история, она сейчас разбилась после этого таким образом, но это понятно, что внутри это такой локальные продукты, но что вот последний, там, фильм местный, он уже и побил, там, тоже, там, 20 лишних миллионов, по сборам он побил, там, мстителей, то есть, ну, имеется по локальным сборам, естественно, да, то есть, как какой-то пример может привести какой-то, стать каким-то толчком или визуальным каким-то, какой-то картинкой, которая вот действует даже, ну, иногда побольше, чем многие слова, как бы, да? Да, 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 и надо понимать просто, что вот таким проектом может стать любой ваш следующий проект, то есть, вот тот проект, который, там, вы сейчас делаете, вот именно этот проект может стать, может принести вам тем, те самые 2 миллиона долларов, а может быть, нет, потому что, ну, как, надо пробовать. Понятно. Александр, я еще теперь хотел перейти к вашему. Я считаю, что надо делать, надо делать много попыток. Да. Ну, вот эта штука, вот в этом, в этом, Александр, и у вас, вы когда у нас учили, и я сам по ходу стал замечать, если вот сама сценаристика, я стал, как сказать, отождествлять примерно с наукой, сравнивать, то вот то, что много раз пытаться, я вот, ну, так как я сам предприниматель, я вот очень много нахожу такого предпринимательского, может быть, просто это творчество, поэтому, но вот эти попытки, ну, как и в бизнесе, такие, знаете, ну, там, то есть много попыток, это нормально, провалы, это нормально, это все же подействует. Да, да, да. Но в сценарии, так как у них есть шанс, ну, как бы взлететь, ну, с каждой идеи, в принципе, каждый проект имеет шанс взлететь, так же, как в бизнесе. По идее, тогда, то есть нужно множить эти попытки, а вот, вот я, вот я на своем канале, вот с этой парадигмой про вот эту историю, как вы говорите про режиссеров и про сценаристов, которые в фильме, я не знаю, Фрэнки и Джонни, я видел вот эту историю, когда человек на кухне вроде бы, ну, как воспринимается, да, не как по-настоящему, наверное, было, но вот история, что вот у тебя то, что есть в голове, это очень ценно, и вот ты не нужно никому показывать, нужно писать, и рано или поздно кто-то придет, оценит и так далее. Но если этому не учиться, как сказать, может, волшебник обычно не прилетает в виде продюсера, не говорит, может быть, у тебя лежит где-то заваляющий сценарий, ты неплохой парень. То есть даже если это так произойдет, может оказаться, что там, ну вот, как я вот называю, там, Игры Престолов по-казахски, вся идея. То есть, условно говоря, все это только в Казахстане, вот и вся идея. Да, только, смотрите, я вам, вас немножко тут поправлю. Игры Престолов только в Казахстане, только каждое видео выходит каждый день, оно продолжительностью одна минута, выходит в ТикТоке. Это юмор, это должно быть смешно, и у вас должна быть возможность выпускать каждое утро новую серию. Вот если вы это сделаете, это будет просто бомба. У вас будет миллион подписчиков там через, не знаю, через полгода. Это на самом деле шутки шутками, а на самом деле действительно такая вот история, да. У меня знакомый был на некой конференции ютюберской в Америке. И вот, говорит, там один выступавший сказал, говорит, вот у меня есть там, я просил 30 блогеров, кто из них добился максимального успеха, да, вот что они делали. И вот они мне рассказывали, что каждый из них делал. Я, значит, делал определенную статистику. И потом, говорит, я понял, в конце концов, обработав эти материалы, что 28 из них делали, то есть 30 самых успешных блогеров США. И из них 28 в течение пяти или шести лет выкладывали видео каждый день. Что это значит? Это не значит, что надо бить в одну точку или еще что-то, да. Это значит, что они каждый день делали новую попытку. То есть они делали что-то, смотрели, как люди реагируют, что-то докручивали, что-то меняли. И у них что-то получалось, да, все больше, 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 лучше, 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 получалось, получалось. То есть дело не в том, что нужно там много видео положить на канал, и они все потихоньку набирают. Нет, не в этом дело, хотя и в этом тоже. Но важно то, что они все время, каждое утро, они имели шанс, что именно этот ролик выстрелит. А может быть и нет. А может быть и да. Черт его знает. Если вы посмотрите на... Почему я... Я сейчас тоже эту гипотезу тестирую, да, я делаю сейчас подкаст, и вот уже сколько, по-моему, три месяца я делаю интервью. Каждый будний день у меня выходит новое интервью. Кроме выходных, а иногда и выходные тоже, если у меня там есть какой-нибудь гость, которого надо там срочно интервьюировать. Какой подкаст в мире самый популярный сегодня? Это Джо Роган. Это чувак, который уже 10 лет делает это каждый день. И там у него есть хорошее интервью, есть плохие интервью, есть совсем провальные интервью, есть интервью, которые 5000 человек посмотрели, да. И на самом деле у него есть за все это время, у него там типа вот вчера или позавчера вышел там 1500 выпуск подкаста. Вот. По большому счету, весь мир посмотрел там, может быть, пять его интервью, да. Это там Илон Маск, Питерсон, может быть, еще там кто-то, да, там какой-нибудь Мел Гибсон, да, то есть, ну. Еще кто-то низший, то есть только в свое. Да, 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 да. Вот. Но по большому счету, весь мир посмотрел одно его интервью, где Илон Маск курнул травки. Да. Вот. Мог ли он просто взять одно это интервью? Ну, он, не знаю, наверное, мог, только Илон Маск к нему не пришел бы, да. Если бы у него не было вот тех полутора остальных тысячи, да, Маск бы к нему не пришел. Вот. Но он совершенно спокойно, он был готов к этому, когда это случилось, да. Сейчас он продал свой подкаст за 100 миллионов долларов, да. В год он зарабатывает где-то двадцатку. Ну, вот. Постоянные, ежедневные попытки. То есть, нужно понимать, что сторителлинг меняется. Нужно понимать, что сегодня новые каналы информации. Мне кажется, что сейчас нужно смотреть на ТикТок. Мне кажется, что сейчас надо смотреть на Инстаграм. Мне кажется, что сейчас, я не знаю, как в Казахстане, да, но в России надо смотреть на Яндекс.Дзен. То есть, неочевидные площадки, которые, на мой взгляд, недооценены. И вот с ними надо работать. Нужно снимать истории для этих площадок. И это могут быть какие-то новые форматы и какие-то вещи, которые, то есть, человек сидит и думает, мне для того, чтобы снять, там, не знаю, кино, мне нужен миллион долларов. Да. Ну, нет. У меня тоже была такая иллюзия, допустим, вот я думал, что я хочу делать. Я хочу делать интервью с интересными людьми, да, у которых у меня, которым у меня есть вопросы. Окей. Дальше я беру студию, арендую, привожу туда технику. У меня режиссером был Арсений Гончуков, человек, извините меня, с четырьмя полными метрами. Вот. И мы вместе с Сеней все это дело делали, снимали. Ну, да, смотрели. У нас есть интервью, которое там, типа, не знаю, 150 тысяч человек посмотрели, да, например, интервью с Курпатовым. Нет, у него больше, по-моему, 1200. Ну, не знаю, неважно. Ну, короче, нормально посмотрели. Вот. Но потом я подумал, я не могу, ну, у меня нет денег для того, чтобы делать такую попытку, делать такую съемку каждый день. Сейчас я делаю это вот-вот через Zoom. Ноль затрат. Абсолютно никаких затрат. Все затраты 650 рублей — это оплата дизайнеру за обложку видео, за превьюшку. Если дизайнер не успевает ее сделать, я превьюшку делаю сам просто. Вот делаю скрин экрана, пишу поверх номер подкаста, и как бы нормально люди смотрят. То есть это все некритично. И я делаю попытку каждый день. Вот. То есть я считаю, что успеха добивается тот, кто увеличивает количество попыток. И что здесь важно? Чем больше ты делаешь попыток, тем больше у тебя будет неудач. То есть ты сделал подкаст, сделал выпуск подкаста, смотришь, сколько народу посмотрело. Ну, типа там, 10 тысяч. Ну, опять не миллион. За все это время у меня было за вот эти полгода последние подкаст с мужицкой посмотрело там, по-моему, 120 тысяч человек. Подкаст с Марининой посмотрело около 100 тысяч человек. Подкаст с чужом тысяч 50. Остальные 5 тысяч, 10 тысяч. Не так много. Вот. Но я продолжаю делать попытки. И буду их делать до тех пор, пока ко мне не придет маск. Почему? Потому что, ну, мне нравится процесс. Я готов его делать бесконечно. Вторая важная история, сейчас я договорю, это потому что мне кажется, что это важно. Это то, сколько времени ты готов вкладывать вообще в это дело. То есть, например, вот есть человек, который, ну, нужно что-то придумать, какую-то историю. Написать сценарий или там ролик записать или еще что-то. Один человек сядет и посидит час, другой два часа. А третий сядет и просидит 20 часов. То есть, он будет сидеть до тех пор, пока не придумает по-настоящему крутую идею. И вот успеха добьется тот, кто просидел сидит 20 часов. Вот. То есть, нужно быть готовым все, все свое время отдавать проекту. То есть, вот мое время, оно все посвящено мастерской. То есть, у меня нет никакого времени, не посвященного мастерской. Я все время об этом думаю. О том, как масштабировать то, что я делаю, да, максимально, максимально увеличить охват. Вот. И все эти интервью, все бесплатные тренинги, все книги, да, но все подчинено одной вот этой вот большой идее. Вот. Поэтому... Александр, я еще как раз хотел добавить, но это, как сказать, это то, что вы нам уже говорили. Кроме того, что когда ты делаешь, ты пытаешься. Ну, если мы берем, например, блог или что-то вот такой вид коммуникации, то кроме того, что, ну, это какое-то количество попыток, еще в процессе ты же учишься сам чему-то. Да. Да. Естественно. Потому что, если можно, я вот эту вот историю расскажу. Вы в одном из видео, я не помню, внутреннем нашем, ну, в мастерской, либо, ну, это было публичное видео, вы сказали, ну, вот я для себя выбрал в стиле Гарри Войнарчука, ну, вот, то есть, вы знаете, вы сказали эту фразу, и я вот, ну, я просто про цепочку событий, да, и я решил посмотреть, что это за чувак, посмотрел его, потом прочитал много, ну, вот, те, которые на русском книге, я прочитал все, посмотрел его видео, и вот это же пример чувака, который, в принципе, делал эти видео у него в этих 90-х годах, или когда там, количество просмотров такое же, сколько и у меня до сих пор, у некоторых там тоже 200-300, там, тысяча, вот, но он это делал каждый день, 25-25-минутное видео, но, я не знаю, ну, он стал популярным, с одной стороны, но не все видео стали популярными, но он себя прокачал до такой степени, то, что он стал просто потом телевизионным, грубо говоря, там, экспертом номер два в стране, его официально признали по вину, хотя ведь посылок для того, чтобы стать таким экспертом у него там, ну, было не так много, и вот это... Да, 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 более того, я думаю, что он не является самым крутым экспертом в Штатах абсолютно, я думаю, что он даже в сотню не входит. Ну, это вот как раз таки, вот мы как раз к этой теме перешли, я хотел как раз обсудить вот блок, но, чтобы не забыть, мне просто вопрос, меня моя коллега попросила вам задать, ваша подписчица в Фейсбуке, можете ли вы рассказать, вот у вас есть такие посты, в которых вы задаете вопросы, да, там, ну, там, да, про жизнь вообще такие, ну, у которых, на которые у всех есть какие-то ответы. Кроме того, что, ну, возможно, я бы просто от себя добавил, что это какая-то связь все равно с подписчиками, и еще кроме того, что, возможно, аккаунт активно, ну, как бы, наверное, как-то крутится в алгоритмах для того, чтобы он просто не был забыт, да, и в ленте его показывали. Вот вопрос у вас от моей коллеги, берете ли вы оттуда какую-то информацию для себя реально, может быть, это какой-то… Нет, это скорее, это скорее такая эмоциональная история. Тут одно время Facebook изменил свои алгоритмы где-то года два назад. И посты, во-первых, это было прям заметно, то есть я ленту свою заглядывал в ленту, и я видел там три поста болтались, то есть я вообще ничего не видел. И мои посты, которые выходили, там было у меня меньше подписчиков, сейчас там под сто тысяч, тогда было типа, ну, не знаю, может быть, тридцать тысяч. Выходит пост, и я знаю, что пост крутой, и люди читают, и у меня там, допустим, шесть лайков, да, то есть я понимаю, что Facebook просто не показывал эти посты, вот. И у большинства людей в то время было точно так же. И люди, у которых, а с учетом того, что у меня вся реклама мастерской, она в основном была через Facebook, это было прям… Люди просто не видели, как бы, что… И мне потом, типа там, я закрываю какую-то там продажу курса, и люди пишут, типа, а почему вы нам не написали? Я говорю, ну, ребята, камон. Вот. Ну, другое дело, что у нас мы никогда не были завязаны на одну площадку, у нас всегда их было много, всегда был YouTube, всегда была рассылка, всегда был подкаст там и так далее, и так далее. Инста была, ВКонтакт. Вот. Но, тем не менее, базовая площадка – это всегда был Facebook. То есть это место, где там я всю переписку веду там и так далее. То есть для меня как бы Facebook – это именно такое родное место. Вот. И, естественно, мне нужно было найти какой-то способ увеличить вовлечение для того, чтобы люди просто… Ну, у людей возникла привычка писать комментарии мне. Вот. И сначала я просто писал пост и в конце его задавал вопрос какой-то. Вот. И дальше, собственно, постепенно просто они как-то само собой. Это не то, что там однажды я решил, что я буду с утра задавать вопрос. Каждое утро. Нет. Это постепенно, постепенно. И я сейчас смотрю, вот это у меня любимая рубрика в этот же день, там, сколько-то лет назад. Я смотрю там, типа, три года назад я задавал какой-то вопрос. Два года назад задавал какой-то вопрос. Вот. И мне всегда казалось, что это какой-то интересный очень способ коммуникации, когда ты задаешь вопрос, на который ты не знаешь ответ. То есть понятно, что, допустим, ну, есть такие вопросы, на которые я знаю ответ. Например, там, это вот самый, были у нас эти, как называется наш этот, плебисцит. Да. И я, значит, сегодня задал вопрос, верите ли вы цифрам цика. Да. И какой там вариант? Ну, два варианта. Верю, не верю. Да. И, соответственно, дальше я смотрю, и мне интересно. Допустим, вот кто верит, а кто не верит. Да. То есть это интересная информация. Характеристика героев, да, персонажей. Да, 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 да. Вот. Но иногда бывает, иногда бывает прям совершенно дурацкие вопросы. Просто хочется подурачиться, да. И я там, типа, а если блины, то с чем? И дальше мы начинаем, короче, там. Какая-то оргия какая-то в комментариях. Вот. Или, например, бывает, типа, был вопрос, я не ждал от него, на самом деле, ничего такого особого. Расскажите о себе какую-нибудь странную, необычную вещь. И там такое. То есть я просто сидам, типа, не знаю, там было, типа, 250 ответов, и они офигенные все. То есть я там весь день читал, там, нифига себе. Вот. Это просто интересно. Да. Вот. И я все читаю. То есть я читаю все ответы. И читаю и лайкаю. Да, да, вы же лайкаете. Чтобы люди видели, что я это прочитал, да, этот самый. Вот. И мне кажется, что это, с одной стороны, это некий эмоциональный обмен такой, да. То есть человек зашел, и мы как бы с ним вот поздоровались. Да. То есть это вроде бы формальное действие какое-то, но все равно это какой-то эмоциональный обмен. Да. То есть я начинаю чувствовать, что там Ирландия не такая уж и дыра, да, сюда приплывают акулы. Вот. Что вот пришли там, с утра сто человек пришли и ответили там на мой вопрос. Да. Но и опять же я стараюсь задавать время. То есть, ну, я выстраиваю какой-то некий старителлинг этих вопросов. Да. И я понимаю, что если там будут только умные вопросы, народ быстро выморозится. Обязательно должна быть какая-нибудь ересь. Вот. Но периодически я задаю вопросы какие-то, связанные с самопознанием, да, для того, чтобы человек так остановился и такой, а в чем цель твоей жизни? Да. А веришь ли ты в Бога? Да. А от какой своей привычки ты хотел бы избавиться? Да. И человек так, хоп, и вдруг он останавливается на миг, и что-то в его жизни меняется, когда он отвечает на этот вопрос. И меня люди там пишут потом благодаря, типа, ууу, спасибо, типа, крутой вопрос. Вот. Поэтому это такой немножко, немножко коучинг. Вот. И в прошлом году это было, типа, я сидел в Испании, и там как-то так особо развлечения не было, и я вдруг подумал, а что если я буду задавать вопросы каждое утро? Вот. И вот с тех пор я просто начал это делать каждое утро, там, когда утренняя работа закончена, там, часов в восемь, в девять я выхожу и задаю вопрос. И у меня список их есть. То есть я их, там, придумываю, у меня есть файл, там, типа, десять страниц этих вопросов. То есть мне их хватит, там, на два года вперед. Вот. И там сначала отвечало, там, типа, десять-пятнадцать человек. Сейчас в среднем, там, сто-двести человек отвечает. Ну, может быть, когда-нибудь, там, тысячи человек будут отвечать. Вот. И мне кажется, что было бы прикольно раскачать этот аттракцион настолько, чтобы, там, типа, с утра вся страна приходила и отвечала на эти мои вопросы. Вот. Это же прикольно, это же интересно. Ну, вот. То есть это какая-то игра, в которой на самом деле здесь важно, чтобы люди понимали, что, и видели, да, что они приходят ко мне на страницу не только за тем, чтобы послушать, что я им рассказываю, а чтобы рассказать мне что-то. Вот. И поэтому я очень многое узнаю из этого. То есть эта информация какая-то не такая, что вот я узнаю сейчас какую-нибудь детальку и вставлю в свою пьесу. Нет, она не так немножко работает. Это скорее на эмоциональном уровне такой обмен. Александр, а можно ли, например, если вот мы переводим как бы это вот через стори-тейлинг, и если мы начинаем, например, говорить о вашем видеоблоге, тема, которая меня больше всего интересует... Нет, все, что вы сказали, мне тоже интересует, но вот в таком прикладном характере, да, то есть можно ли сказать, что, например, вот Александр Молчанов, у него есть вот свой ютуб-канал, если мы перекладываем на стори-тейлинг, то вот это наш герой, у которого там глобальная цель, как правильно назвать ее, это миллион подписчиков либо миллион сценаристов в стране. Ну, миллион подписчиков – это техническая задача. Да, я понимаю, да. То есть... Миллион любых подписчиков. Да, да. И по большому счету, на самом деле, у нас сейчас на Дзене, там, я недооценил эту площадку, на самом деле, и у нас, то есть на ютубе у тебя может быть, вот сейчас у нас там где-то 50 тысяч подписчиков, и каждое видео смотрят в среднем там типа 5 тысяч, 10 тысяч, да, то есть, ну, никогда вот количество подписчиков больше, чем количество тех, кто смотрит. На Дзене немножко другая история. Там у нас где-то около 10 тысяч подписчиков, но каждое видео смотрят в среднем от там 30 тысяч до максимум у нас был, по-моему, 200 тысяч. Это алгоритмы, да? Да. То есть они подхватывают алгоритмы, если там народ смотрит видео, его начинают рекомендовать усиленно. И мы дошли до аудитории, там, причем я пытался понять, что это означает, эта аудитория, я думал, что это количество просмотров за месяц. Нет. Это аудитория, которая за месяц заходит на канал. Это уникальные аккаунты, да? Да, да, да. Их 900, 920. То есть, ну, немножко не добираем до миллиона. 920 тысяч. А просмотров, да, 920 тысяч. Офигеть. А всего просмотров за месяц, я вчера смотрел, 5 миллионов. То есть, а на Ютубе за все это время у нас 3 миллиона, да? То есть на Дзене за месяц у нас 5 миллионов просмотров. Вот. И это прям прикольно, да? То есть, ну, вот он этот результат, как бы нормально все. То есть, если прям вот как галочку надо было поставить, ну, вот она, в общем, почти дошли до миллиона. Вот. Но здесь, мне кажется, здесь немножко другая цель. Во-первых, мне хочется делать то, что мне хочется делать. Да? То есть, вот мне нравится делать эти интервью, да? Меня прям прет от этого, да? И я это делаю. Мне нравится вести бесплатные тренинги. Ну, вот прям прет. То есть, оно уже, я уже даже не смотрю, как оно коррелирует с продажами. Да? Я просто понимаю, что для меня вот эта неделя, когда я веду сценарий за неделю или самодисциплину, это, ну, вот абсолютная самоактуализация. То есть, я делаю ровно то же. То есть, вы на большой сцене, огромное количество людей Да, да. Вас слушают и, ну, как бы... Да, да. И они получают огромный кайф, они, у них меняется жизнь там и так далее, и так далее. То есть, вот, ну, мне кажется, что вот так оно как-то и должно быть. Вот. Потом, то есть, вот мне хочется, чтобы эта машина ехала. Вот. Чтобы не требовалось никаких сумасшедших усилий для того, чтобы там постоянно ее как-то раскачивать. Вот. И вот этот миллион подписчиков, да, он был как какой-то вот такой границей, от которой, как мне кажется, оно дальше уже как-то более или менее само начнет ехать. Потом дальше цель, которую я для себя обозначал, это создание системы повышения продуктивности творческих людей. В общих чертах она создана. То есть, в принципе, ну, вот самодисциплина, книга пишется, да, это по большому счету, вот все, это вот моя система, да, она вся там изложена. Все основные принципы и основные какие-то техники, основные положения. Вот. Соответственно, вот что там дальше? Докрутка ее, да, то есть, докрутка совершенствования и пропаганда. Вот. А пропаганда, что это значит? Ну, если она будет работать, то она будет и пропагандироваться. То есть, если люди, которые прошли мастерскую, если они будут, то есть, я, у меня есть большой страх очень. Страх, что мы превратимся немножко в такую замкнутую секту. Да. Вот. Поэтому я все время мастерскую так немножко расшатываю, да, чтобы она не стала такой какой-то замкнутой системой. Какие-то вот эти конференции провожу там и так далее. То есть, чтобы постоянно были свежие люди и постоянно какой-то свежий воздух входил в мастерскую, чтобы это не было там одна говорящая голова. Вот. И вот вы, если вот вы, люди, которые поучились в мастерской, получили наши навыки, получили нашу какую-то вот эту, ну, этическую ДНК, да, если вы будете успешнее тех, кто этого не получил, то неизбежно эта система, она будет использоваться. То есть, это не просто такое, что я хожу и всем говорю, вот, начитай книгу пишется, начитай, проходи самодисциплину. То есть, важно, чтобы люди, которые прошли самодисциплину там, и сто человек написали книгу свою, да. Человек прочитал книгу, пишется, пошел книгу свою написал. Ну, вы знаете, Александр, я, если вот так брать, я чаще стал замечать, что в общении, в работе со сценаристами, ну, в том числе вот с Москвы, ну, которые не проходили вашу сценарную мастерскую, но они часто цитируют вас. То знаете, ну, вот Молчанов же так говорит, а у себя я заметил, что вот эту, ну, мы теперь, когда начинается проект, когда на тарелке, я постоянно строго контролирую, чтобы там был указан сценарист. На тарелке сценаристы должны быть на тарелочке. Я помню, что, ну, то есть, у нас просто первые проекты, я сам был сценаристом, и там было, типа, как бы, ну, ну, там, продюсер, как разница, все вместе, да, там, пускай, чтобы, ну, не надо много разных, вот. А потом, да, мы стали делать проекты, которые делали, ну, другие сценаристы. Теперь я вот указываю, и иногда даже сценаристы не понимают, я говорю, ну, это вот я, у меня, мне так мастер говорил, что надо, они, ну, о чем речь вообще? Ну, ты продюсер, какой мастер, о чем речь? Я говорю, ну, вот, надо так, я поэтому, как бы, указываю, надо это вам, сценаристам, не надо. Ну, иногда сценаристам, ну, как, например, какие-то проекты в Казахстане, не все так прямо трепетно относятся к тому, чтобы они там, например, были. Вот, ну, правда, к титрам трепетно относятся, но в тарелочках, ну, не всегда. Но вот эта штука, она, мне кажется, вот так вот работает как-то, знаете, там в разные такие стороны. И вот сейчас у меня такая ситуация. Вы знаете, какие-то вещи, которые вы мне рассказывали, вот вы уже упоминали про рассылки, например. Я помню вот эту ситуацию с сайтом, честно говоря, как плохой ученик. Я его делал, не совсем понимал, зачем, хотя вы объяснили. Но какая странная штука. Вот сейчас просто ко мне после вот моего блога люди вот, ну я сейчас как бы тоже, можно сказать, пропагандирую и после вас, и после Гарри Войнерчука о том, что любой человек должен найти какой-то вид коммуникации в виде какого-то блога, либо аудио, либо текста, либо видео. Ну так как многие, ну как бы, так как самые активные это предприниматели, по сути, которые наиболее могут очевидные найти выгоды от этого, да, то, соответственно, скорее всего, это видео не все хорошо пишут, не все хорошо говорят. А видео, я говорю, ну ты можешь быть как есть, что теперь делать. Ну то есть не надо на этом заморачиваться. Ну так вот, и вот сейчас получается часто я вот как бы консультирую, такие дружеские консультации даю, и я понимаю, что я из головы вытаскиваю. Короче, я тебе сейчас объясню, почему сайт. Почему ты должен начать, например, со списка людей на почте, потому что если ты, ну, человек говорит мне, ну я в Инстаграме, в нашем корпоративном аккаунте укажу, что я начал делать видеоблог. Ну, я ему говорю, ну, в Инстаграме это увидит очень мало, во-вторых, люди не хотят общаться с корпоративными аккаунтами, это должен быть ты, соответственно, должен быть активно в соцсетях, но лучше всего, чтобы поначалу, чтобы не пропустить. Ну, это все, что вы мне уже рассказывали, я вот сейчас расскажу зрителям. Делаешь рассылку впрямую, это, ну, то есть, ты не занимаешься инфобизнесом, ты ничего не продаешь, ты просто говоришь, я такой-то, такой-то коллеги, теперь я делаю свой видеоблог, и я ему говорю, поверь мне, что люди на это обратят внимание, точно, потому что, ну, там, ты занимаешься очень прозаическим бизнесом, который вообще не предполагает никакого, там, медиа, никакой публичности, но ты это начинаешь делать для, то есть, ты сейчас находишься в положении, когда ты можешь выиграть в тысячу раз, потому что люди, как, а зачем, а что, а, ну, и вот, вот вся эта история о том, кем ты потом, ну, по ходу, когда начинаешь делать, осваивая сторителлинг определенный, кем ты можешь стать, да, опять история про Войнерчука, который там своей, вот, то есть, ну, мог... И начинается это, там, с шести просмотров, с семи просмотров, да, то есть, ну, и окей, нормально, у меня первое видео, которое я писал, у меня там было пять, десять, двенадцать просмотров, я помню, когда я был в Барселоне на тренинге, и вот у нас там было задание записать 30 видео, вот, и там было около 30 участников, и вот я еще девушка одна записала действительно 30 видео, вот, и я просто взял палку, взял телефон, вышел на улицу и с этой палкой записал 30 видео подряд, вот, и там, и начал их выкладывать по одному, там, десять просмотров, двенадцать просмотров, потом, оу, семьдесят просмотров, ну, и так потихоньку, потом я их удалил всех, потому что они, конечно, это был полный отстой, вот, но начинаешь с каких-то вот таких первых, первых шагов, вот сейчас я тикток осваиваю, вот это такое, это такое позорище, то есть, это, это просто... Вы нашли для себя секрет? Я тоже к этому подбирался? Нет, даже близко еще нет, еще, еще даже близко нет, мне там какие-то странные комментарии пишут, но я и видел пока такие, я тоже ищу формат. Я вот посмотрел у этого, у черника, ну, понятно, у него много публичных выступлений, я для себя просто, после того, как я узнал, блин, ну, вообще стыдно признаться, что можно оказывается скрин видео с экрана телефона делать, ну, в смысле, записать любое короткое видео, ну, воспроизвести, если воспроизвести, можно записать, я стал делать вот тикток, вот эти вот короткие вырезки из, ну, из длинных видео, то, что выходит на ютюбе, я, честно говоря, не знаю даже, какой результат, ну, я знаю, что у меня всего лишь 10 подписчиков, из них 5 мои племянницы, как бы, и, ну, я не знаю, как, но я, мне кажется, хоть что-то, потому что, ну, как бы полностью уйти вот в эти рекомендации танцевать и так далее, я не знаю, насколько это соответствует моим целям в общем, да, то есть, ну, вот. Ну, я посмотрел, я посмотрел вот этот, есть же этот танцующий миллионер, и мне его что-то в рекомендациях показали, этот итальянец, вот, ну, и вот он там танцует со своей беременной девушкой, ну, и че, вот как он танцевал, так вот и танцует, ну, как бы смотрят его, вот, ну, что, вы купите что-нибудь у этого миллионера, ну, не купите же ничего. Ну, вы знаете, есть, я наткнулся на такое видео, которое меня, вот, как сказать, настигло, когда я размышлял об этом, да, то есть, как в ТикТоке, и тут вот в этих 4U, которые, я увидел там какой-то психолог, женщина, Ксения, психолог из Сочи, по-моему, и вот она вот под эту музыку танцует, но у нее прикольные выходили, ну, мне понравилось, мне казалось, такой достаточно прикольный юмор, то есть она танцует и говорит, 10 лет назад у нее вот эти вот титры, да, которые выходят по центру, 10 лет назад, когда, там, когда я решила стать психологом, я уже знала, что, и она танцует вот этот вот, как, вот этот танец, и у нее выходят такие титры, там, что, там, все проблемы из детства, там, отпустите родителей, ну, как-то вот это более-менее выглядело, как, знаете, и фан, и с другой стороны, ну, работала на цель, да, то есть, понятно, она психолог, ну, она как-то это адаптировала, что-то такое сделала, мне кажется, еще там, да, стоит, ну, а вообще? Ну, не знаю, посмотрим, может быть, еще тоже мы будем танцевать. Используйте курьер Нью, 12-й кебель. Что-нибудь, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тенавист. Да-да-да, интерьер, дом, день. Александр, я хотел, знаете, еще такой вопрос задать по поводу, ну, по сути, не задать даже, а продолжить нашу, ну, одно время вы в Фейсбуке писали, я, опять-таки, не помню, в открытой или закрытой группе, в паблике, вы писали о том, чтобы, ну, обсуждали как-то о масштабировании именно вашего бизнеса, да. И тогда, как бы, я начал писать, но потом понял, что мне сейчас не хватит вот как бы, ну, вот в переписке это обсудить, а потом мы встречались в Москве на встрече выпускников, я думал, ну, мне сейчас не хватит времени это обсудить, но я вот надеюсь, что у нас хотя бы немножко времени есть. и я вот хотел спросить, ну, вот как я рассуждал как предприниматель, скажем так, да, вопрос стоит масштабирование, и проблема стоит в том, что, ну, то есть продукт, который вы делаете, вы делаете сами, своими, как бы, руками, ну, скажем так. Это так, да. Но я сейчас, честно говоря, я так и не увидел какой-то этой самой. Здесь, понимаете, есть такая штука. Дело в том, что у меня периодически возникают такие варианты, когда вот открывается путь к некому масштабированию. Например, меня пригласили, там, люди делают какой-то крупный онлайн-проект, и они говорят, давай мы сделаем его на основе твоей мастерской. То есть, ну, есть база, есть репутация, есть программа, все есть, как бы мы тебе дадим там, типа, не знаю, 50 миллионов долларов, и на основе твоей мастерской сделаем большой проект. Казалось бы, вот оно, бери и делай. Хорошие партнеры, хороший человек, который, собственно, за все это отвечает. Вот. Естественно, речь идет о том, что, не о том, что я наемный рабочий, да, о том, что у меня процент, что я являюсь руководителем этого проекта всего и так далее, и так далее. Вот. И для того, чтобы этим заниматься, нужно заниматься, собственно, уже бизнесом, да, то есть нужно заниматься структурами, менеджментом, да, то есть и так далее, и так далее. Нужно офис, костюм, да. И я вот как представил, что я утром в 9 утра прихожу в этот офис, снимаю пиджак, вешаю на стул, сажусь и начинаю работать. И у меня такая мысль, а не удавиться ли мне? И я понял, что я этого не хочу. То есть, что я понимаю, да, там будут миллионы долларов, наверное, можно будет заработать, да, а не как у меня эти там копеечные какие-то доходы. Вот. Но нет. То есть я решил в эту сторону не идти. Почему? Потому что мне нравится работать со студентами. То есть мне нравится проводить вебинары. Пусть в этом не будет там 10 тысяч студентов, да, пусть будет 50. Ну, хорошо, пусть будет 50. Вот. Но масштабирование может быть в другом смысле. Масштабирование вот в том смысле, что вот вы появились, да, мастерская мастеров, и вы идете, и вы дальше занимаетесь какими-то проектами, да, в самых разных вещах. Слава Назаров, Варя Бекетова, Филипп Коршуна, вы, да, и каждый из вас это некая часть мастерской, да, и вот в этом смысле идет масштабирование. Может быть, когда-то вы захотите открыть свои киношколы, может быть, вы на своем языке, Филипп на шведском языке откроет, да, и как бы окей, я, естественно, там всем, всем, чем могу, помогу. Санин на украинском языке. Вот. И это будет, если это случится, я буду, естественно, очень радоваться, и я не буду говорить, что, типа, ребята, это франшиза, заплатите мне там 30 процентов, да, бог с вами, какие 30 процентов. Вот. Александр, ну, я не хочу такого масштабирования. Может, я немножко по-продюсерски рассуждаю, но вот сейчас поправьте меня, да, вот я для себя, до сих пор на меня такая, может быть, это и есть ответ на мой вопрос, но вот, как я рассуждал, да, вот вы человек, который опытный сценарист, вы знаете всю индустрию, да, и у вас есть навык работать, ну, я сейчас правильно попытаюсь сформулировать, не просто учить, да, учить и еще работать, ну, то есть вот это вот в определенной степени, даже в большей степени вот эта редакторская какая-то, да, работать, поправлять, направлять и так далее, да, соответственно, у вас есть, ну, вот этот нетворкинг в индустрии, скажем так, да, вы знаете, ну, вот этих людей, которые принимают решения. Почему, почему вы не смотрите в сторону вот этих вот создания, ну, вот этой продюсерской компании, у вас же в России же все равно происходили эти процессы, и люди, у которых был большой, ну, небольшой, ну, короче, какая-то сценарная группа действующих сценаристов, ну, там, те же, там, в IBW, там, или вот, ну, то есть основной актив этой компании – это сценаристы, да, там, ну, или креативные продюсеры, ну, в общем, креативные люди больше. Вот, а почему вот в эту сторону, ну, вот, как мне кажется, что у вас как бы есть все для этого, да, ну, или это масштабирование не в ту сторону, или вот, ну, по сути... Там не, там не будет, все равно в этом не будет никакого масштабирования. Это все равно будут там, это будут маленькие проекты. Я хочу сделать по-настоящему большой проект. При этом, чтобы этот по-настоящему большой проект не требовал бы большой команды. То есть у меня сейчас в команде четыре человека, считая меня. Вот. И я хочу, чтобы так и осталось. Может быть, еще одного человека возьму на договариваться с гостями. Сейчас об этом как раз там думаю. Вот. И основой будет блок. И вот структура, вы просто, опять же, я понимаю, что я, может быть, какие-то вещи делаю, я просто вижу немножко дальше, чем все остальные видят, да. И я понимаю, как будет, что будет через два года, что будет там через пять лет. Расскажите, что будет. Будет волна подкастов. Будет взлетать дзен, как площадка. Будет взлетать тикток. То есть вот на эти площадки на все нужно смотреть. Будет какая-то ответная, ответная, ответка от Фейсбука. Вот. И будет конкуренция между площадками. То есть сейчас блогеры конкурируют. То есть, как сказать, блогер является человеком, который стоит с протянутой рукой и говорит, YouTube, раскрути меня. Вот. Будет немножко другая ситуация. И сейчас мы уже, я свою, как бы, это самое, да, работу с контентом строю таким образом. Мы снимаем контент. И дальше площадки должны конкурировать за наш контент. То есть мы его публикуем везде и смотрим, кто у нас двоечник. Вот сейчас у нас двоечник-одноклассники. То есть мы выкладывали наши ролики в одноклассники. Видим, что они наши видео не пушат. Мы закрываем эту площадку. То есть нас 100 просмотров на наше видео не устраивает. Остаются следующие там 10 негритят. И мы смотрим, кто. То есть Facebook, ВКонтакт, Яндекс.Эфир, Яндекс.Дзен, Инстаграм.ТВ, Ютуб и подкасты. Саундклауд, Apple Video, Google Video и так далее. Всего там Яндекс.Музыка, всего там где-то, я сейчас не помню сколько, ну около 15 площадок. И мы дальше смотрим, кто как работает. Есть площадки, на которые все смотрят. Например, на YouTube. Поэтому нам важно, чтобы на YouTube выходили наши видео, чтобы они красиво выглядели, чтобы там были красивые превьюшки и так далее, и так далее. Это важно. Но на самом деле я не делаю вставки на YouTube. Вот, сейчас я делаю вставку на Facebook и делаю вставку на Яндекс.Дзен. Вот, и пытаюсь понять, как работать с ТикТоком. Вот, потом дальше будет рост подкастов. Это абсолютно понятно, это все абсолютно сейчас понимают. Да, он растет типа там 15% в год, российский рынок подкастов. И люди слушают их все больше и больше. Сейчас с подкастами проблема в том, что они труднодоступны. То есть, чтобы вам послушать подкаст, вам нужно зайти на сайт, скачать, запустить там и так далее, и так далее. В Америке для того, чтобы послушать подкаст, тебе достаточно там одну кнопку нажать. И они отовсюду. То есть, вы сидите в машине, у вас подкаст в этом, в вашем радиоприемнике, да, вы одним кликом можете найти. В телефоне одним кликом вы находите подкаст и все. Вот. В ноутбуке тоже, естественно, там одним кликом любой подкаст вы находите, запускаете и слушаете. Вот это технологическое вот это отставание, оно будет преодолено, я думаю, в течение года. Вот. И потом дальше работа на бренд. Соответственно, у меня задача такая базово раскрутить подкаст и до хорошей стабильной аудитории там от миллиона до десяти миллионов. И потом дальше на эту аудиторию я буду проводить бесплатные тренинги. Вот. И потом дальше, я сейчас тоже об этом думаю, да, видимо, будет какая-то лайт-версия мастерской, какой-то либо в формате клуба, либо еще какая-то, я думаю об этом пока. Потому что я понимаю, что масштабировать вот нынешнюю мастерскую смысла нет. То есть она вот есть, это 45 человек, все, этого достаточно, она как бы расти не будет. Но будет что-то другое, будет какой-то клуб. И вот там уже могут быть 10 тысяч человек, например. Вот. И когда 10 тысяч человек будут одновременно сидеть и писать сценарии, это полностью кардинально измерит индустрию. Вот. И это может произойти в течение там. Пяти лет. Вот. А когда это произойдет, дальше мы будем рассказывать историю. То есть американская киноиндустрия, она сильна чем? Она сильна количеством. Тем, что просто там бешеная конкуренция, и там огромное количество людей, которые пишут сценарий. У нас сейчас конкуренции нет вообще. Вот. А она должна быть. То есть это неплохо. Наличие конкуренции – это неплохо. И как только сценаристов будет кратно больше возможностей. То есть здесь как? Вот все думают так. Вот рынок вот такой, да? В год нужно 100 сценариев. И у нас есть 100 сценаристов. Если у нас будет 1000 сценаристов, то у нас будет 900 сценаристов безработных, и 100 сценаристов будут там бороться за эти 100 сценариев. Нет, если у нас будет 1000 сценаристов, у нас будет 500 фильмов сниматься. То есть рынок тоже будет расти. Вот. Дальше следующая история. Чем дальше, тем больше люди сами начинают делать какие-то проекты. И об этом тоже как бы надо думать. Я думаю, что рынок веб-сериалов просто имеет все основания для того, чтобы просто очень-очень сильно выстроить в течение следующих лет пяти. Вот. Пока он не существует вообще. То есть все эти небольшие проекты – это все так, это все проба пера. Вот. И я думаю, что вот там все будет, все самое интересное будет происходить там. И у нас есть все шансы. Почему? Потому что вот это пространство СНГ, пока живо наше поколение, оно, как сказать, довольно образованные люди. То есть все-таки советская школа, что ни говори, это было лучшее, что было вообще во всем Советском Союзе. Да. И это 300 миллионов человек, которые живы до сих пор. Которые прошли советскую школу. Которые прочитали Льва Толстого. Да. Которые прочитали Пушкина. Которые имеют вот это некое… Имеют что сказать. И у которых есть история, о которой они могут рассказать миру. Вот. И дальше я думаю, что абсолютно есть шансы. Это все просто… Ну, там… Мы Голливуд просто сметем, на самом деле. То есть есть все шансы для того, чтобы его сместить. Просто потому, что средний уровень аудитории бывшего СНГ намного выше, чем средний уровень англоязычной аудитории по всему миру. И Америки, и Англии, и Австралии, и так далее, и так далее. То есть просто по уровню образованности гораздо выше. Вот. И, соответственно, вот я считаю, что мы, Голливуд, совершенно способны умыть там в течение следующих лет десяти. Вот. А это будет происходить именно за счет сценаристов. Ну, не знаю, будет или нет, мы увидим. Но почему бы не попробовать. Звучит очень круто. И, по крайней мере, с глобальной целью нашего героя. Да? Да, да, да. И это, на самом деле, дает очень большие шансы. Дает кинематографиям, собственно, стран СНГ. Да? И почему? Потому что есть свои эпосы. Очень крутые. По которым, собственно, есть свои традиции. Да? И, опять же, если здесь наладить какое-то правильное сотрудничество, и причем это сотрудничество может быть какое угодно, да? Это не обязательно должно быть сотрудничество там Казахстан-Россия. Да? Это может быть сотрудничество, не знаю, как вот Санин наш снимал, да? Украина-Словакия. Да? И это может быть сотрудничество Казахстан-Дания. Да? И какой-то совместный проект, который может очень круто сработать. Вот. И вот эти все вещи надо, я считаю, что надо как бы тестировать, надо пробовать, надо как-то коммуницировать, совершать ошибки. Вот. И, в общем, не унывать, не впадать в какую-то такую депрессию, что все плохо там, надо сидеть дома и ничего не делать. Ну, вы знаете, мы, вот, Александр, я еще раз в подтверждение того, что вы нам на курсе рассказывали про вот эту, ну, у вас более-более структурированная вот эта цепочка, зачем вы это делаете, то есть, ну, что делаем, мы выходим как бы и становимся открытыми, да, то есть, ну, да, публичные, то есть, и вот у нас была такая цепочка, я вот на вашем Мастерском Мастеров начал делать этот блог. Я пять раз приезжал, ну, есть такой в Киеве, Media Week называется, то есть, телемаркет как бы. Я пять раз туда приезжал, пять лет, но именно в этот год меня позвали спикером туда. Потом, потом меня позвали в декабре давать, ну, там был семинар, туда пришли украинские сценаристы. Из этих украинских сценаристов потом пришли люди, которые прислали мне заявку. Прислали мне заявку в марте, когда начался карантин на веб-сериал, такой детектив такой на карантине. И мы начали снимать на карантине, ну, как и многие сценаристы, но я потом записывал с ними Zoom-интервью, оно вышло на моем канале, и там была интересная штука, потому что они говорили о том, что, ну, они работают на украинском телеке, и они говорили о том, что, ну, мы как бы писали сценарий, отсылали, и как бы потом смотрели, что сняли, что не сняли, и ну, и все. А здесь им пришлось, ну, это был такой, понятно, скрин-лайф, да, сериал на энтузиазме, а им пришлось быть и кастингом, и там, актеров утверждать, заниматься производством, потом, ну, на монтаже и так далее. И мы тогда говорили о том, что я говорил, ну, наверное, это в миниатюре, это то, что должно быть в будущем. Потому что, по сути, там, я продюсер, там, кто бы там ни был, это не самый, то есть вот этот проект показал, кто самые важные люди, кто, ну, так, важные, но, как бы, ну, мог быть быть не Николай, например, кто-нибудь другой продюсер, ну, плюс-минус. А это вот ваш проект, вы его сделали, и вы, с одной стороны, очень честно и открыто, если он, ну, условно говоря, если он не понравится, получите прямую реакцию. То есть не понравится, а если понравится, всю славу вы должны забрать себе. Ну, по сути, потому что вы основные люди, кто делает этот проект. И, ну, действительно, и вот я видел, у них прям глаза загорелись так, и вот то, о чем вы говорите, наверное, то, что в будущем, ну, роль сценариста, во-первых, она станет намного более значимой. Произойдет это за счет того, что, как вы говорите, количество, потом перейдет какой-то из-за конкуренции, перейдет в качество. И потом это касается, то, что вы, ну, говорите про подкасты, это, наверное, касается и сериалов. Завтра уже есть какие-то примеры, когда ты делаешь проект, а, может быть, ты еще не знаешь, это может быть Netflix, может быть, ну, там, то есть какой-то проект крутой, потом площадки могут за него бороться. Ну, это понятно. Ну, на самом деле, когда я говорю о подкастах, про подкасты, я имею в виду в числе прочего и нарративные подкасты. То есть сейчас подкаст, это имеется в виду, что какой-то человек, к нему приходит какой-то гость, и они разговаривают на какую-то тему. Вот сейчас мы с вами делаем подкаст. Но на самом деле во всем мире волна подкастов началась, когда вышел документальный проект под названием «Сериал». Да, то есть и в Америке вообще бум историй таких детективных. Ну, там в основном это такие документально-детективные, что называется, true crime. То есть берется реальное преступление, и оно каким-то образом экранизируется. Но там и могут быть какие-то озвученные истории. Вот. И вот такого подкаста пока... Ну, есть уже небольшие какие-то проекты в эту сторону. Но на самом деле я думаю, что именно там все самое интересное будет происходить. В смысле старителлинга. То есть такое театру микрофона, радио микрофона, кино микрофона. То есть мы рассказываем какую-то историю прямо сейчас. И от того, насколько я интересно это рассказываю, ну, по сути, успех смотрят люди или не смотрят. Но это прикольно. Я, честно говоря, раньше смеялся над клубом «Белый попугай». В какой-то момент у меня происходит переосмысление, потому что там известные люди рассказывают какие-то истории. Ну, если, может быть, истории мне тогда были неинтересны, то кто знает, может, я сейчас переслушаю его. Может быть, там истории какие-то от Никулина даже, анекдоты. Они бы хорошо сейчас заходили, например, на меня. Ну, в разное время разные истории. То есть, допустим, то, что я там, я люблю слушать подкаст Джо Рогана. И к нему там приходят какие-нибудь ученые и рассказывают какие-нибудь, не знаю, про пирамиды какую-нибудь шнягу. И это очень интересно. Или про какой-нибудь космос, про какие-нибудь кометы, про какую-нибудь квантовую что-нибудь. И это прикольно и интересно. Вот, просто каждый может получить то, что хочет. Каждый может найти, то есть, если там человек интересуется, не знаю, футбольной обувью, да, в Америке он может найти подкаст о футбольной обуви. Если вы интересуетесь рыболовными крючками, да, вы можете найти подкаст о рыболовных крючках. Вот, и будет происходить сегментация. Ну и, естественно, будут на пике, будут какие-то там несколько проектов, которые будут такие общечеловеческие. Поэтому, ну, не знаю. Мне кажется, что в интересное время мы живем. А самый кайф в том, что туда вход ноль. То есть, ну, вот у тебя есть телефон, все, ты уже можешь делать подкаст. Да, это круто. То есть, скачал Zoom на телефон и вперед запускаешь и поехал. Ну, по сути, да, вот наш канал в какой-то степени я делал просто, ну, то есть, я для себя определил, за что я топлю. Ну, вот то, что вы говорите про вот этот, ну, для себя я это называю киношная парадигма. Это вот у нас в Казахстане, да? Ну, то, что вы называете режиссера центристская, что ли, как бы, структура. Это вот эта структура большого кино, она вот переходит в сериалы, и мне кажется, она там портит. Ну, я за то, чтобы все занимались, ну, в смысле, в общем, роль сериалов была больше, чем кино. Я в этом вижу перспективу. Да. Ну, как бы, вот, и чтобы сценаристы у нас в Казахстане появлялись, и вообще, чтобы эта индустрия двигалась. Но, когда вот мы снимаем вот такие вот видео, конечно, я понимаю, что, ну, честно говоря, Александр, я не знаю, как еще по-другому, я бы у вас два часа вашего времени для индивидуального разговора и смог бы, как бы, ну, попросить, скажем так. А так, вот, это тоже такой плюс, который, как бы, дается и зрителям, но и самому человеку, который участвует в разговоре. Александр, большое спасибо за то, что уделили время нашему каналу, нашим зрителям. Спасибо, всегда рад. Мне кажется, мы так полезно, полезно. Александр Молчанов, мой мастер по сценарному мастерству, сценарный гуру. Вот, ну, и человек, который сегодня, я сейчас оказываюсь в вашей роли, два-три инсайта очень крутых, то, ради чего, вот, ну, услышал для себя откровение, особенно про последние, вот, 300 миллионов среднее. Ну, я понял, о чем речь, и, честно говоря, еще даже сам не полностью ее проанализировал. Большое спасибо, Александр. Это был видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока. Счастливо.